Итак, 10 мая 2024 год. Чумуны державные. Пишут мне, ты не можешь считать себя украинцем, если разговариваешь на украинскую мову. Объясняю свою позицию. Мне кажется, что национальность человека, его принадлежность к тому или иному народу формируют культура, в которой он вырос, традиции, обычаи, понятия добре и зле, что такое хорошо, что такое плохо. И, конечно, язык. Конечно, язык тоже является частью этой культуры. Вопросов нет, но всего лишь частью. Для меня это, понимаете как? Для меня это как, если человека формируют, я уже говорил об этом, повторюсь, если человека формируют антропометрические параметры человека, размеры, высоты, толщину, вес, массу, формируют еда, которую он ест. То есть будешь есть там фастфуд, будешь толстым, будешь есть там овощи, будешь худым и слабеньким, будешь есть там, я не знаю, морепродукты, будешь низкорослым, но долгоживущим, то также и культура воспитывает народности, национальности. Допустим, хороший, по-моему, пример, мне говорят, чем русский отличается от украинцев. Я, будучи, живу в России, я жил в Украине, могу сравнивать. То есть для меня, по-моему, по поговоркам видно, если у русских без царя в голове человек это сумасшедший, да? То есть как это нет царя, как это нет у тебя начальника, что это значит? Ты сумасшедший. Вот так же? Кто русский знает? То есть я не говорю, что это верно, я говорю, что у русских так. То украинцам, где два гетьмана, где два украинца, там три гетьмана. Вот такая поговорка, да? У нас наоборот. У нас каждый сам себе начальник, еще и на кого-то хватит, еще кому-то что-то рассказать, как и шо. Вот это разница в культуре между украинцем и русским. Язык тут дело, пусть важное, но третье, мне так кажется. То есть это как... То есть все равно вы едите украинские там понятия добре и зле. Это там, допустим, мясо, сало, там цебулька, вот такое, понимаете? То есть чем ты это будешь есть? Вилкой, ложкой. Язык – это как раз инструмент, которым ты потребляешь культур. Вилкой, ложкой ты будешь это есть. Или будешь мучить себя, пытаясь это все поесть китайским палочками, ну в данном случае русском языке. Это уже не важно. Все равно даже на китайскую палочку можно нанизать шмоточек сала, правда? Правильнее, конечно, потреблять украинскую пищу украинской воделки на украинском языке. Вопросов нет. Но как бы все равно сто крат важнее, сто крат важнее, какую пищу ты потребляешь. Это тебе именно сформирует твою культуру, твое отношение к жизни. Понимаете? Ну, мне кажется, что именно так. Потому что, ну, не делая то, что там Шевченко по-русски писал, его россиянинам, правда. Опять же, я там. Я вильно спелкуюсь украинскому, I can speak English just a little bit. Just a little bit. Но в любом случае, я считаю себя украинцем. Мои понятия о добре и зле, о правильном, неправильном, они украинские. Вот как украинского народа это сформировалось и считается правильным. Понимаете? Вне зависимости от того. То есть, опять же, смотрите. Еще какой хороший пример. У меня... Хотя нет, этого примера проводить не буду. Ну, в общем, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но, по-моему, именно так дело и обстоит. Нет. Человека формируют именно... У меня сейчас в подразделении ровно пополам. Вход до одного человека. Половина русскоязычных, половина украиномолных. А в 14-15 году, там, я не знаю, у меня вообще... Вообще было, ну, не знаю, на все подразделения 3-4-5, там, человек процентов украиномолных. Остальные были русскоязычные. Комбат был белорусом этническим. Этот самый старшина был русским этническим. Но все они были украинцами, гражданами Украины и воюющими за Украину. Русскоязычными, несмотря на свою этническую предназначность. В Харькове у меня девочка, которую, там, я слушаю, она прекрасно поет, она негроидной расы. Она такая же харьковчанка, как и я, такая же украинка, как и я. Она выросла в этой культуре, ну, только раза в три моложе. То есть она выросла в этой культуре украинской, в этих понятиях, о добре и зле хорошем. Там, цвет ее кожи никакого значения не имеет. Так же, как крымские татары, которые выросли, да, в Украине, у них по отношению к жизни украинское, не русское. Неподчинение, беспрекословное начальство, откуда все эти атэши, да. То есть, ну, в общем. Это, конечно, только мое мнение. Ну, я же говорю, как хорошо мне сказал этот сослуживец мой. Ну, и со 128-й бригады под пологами туда, да, он сказал, когда в наступный раз так и почуешь. Ну, в смысле, что если не украинец, не говоришь по-русски, не по-украински говоришь, значит, украинец. Стреляй на звук. Ну, так он мне посоветовал. Я, конечно, так не делаю, но чему на державу. Постепенно все изменится. Моя бабушка, прабабушка говорили со мной по-украински, со мной. Да, но потом, в силу обстоятельств поведения государства Советского Союза, мой отец, который чистокровный украинец, он ни одного дня со мной по-украински не говорил. Я от него украинскую мову не слышал ни разу в жизни. Да. Я думаю, через поколение, через два, правильно, совершенно. Украинскую культуру надо потреблять украинскими инструментами, воделками, да, а не лопаты с блины. Вот россияне кормят там блинами с лопатой. Но для нас сейчас важнее, чтобы у нас это было сало и цибули, чтобы мы потребляли, да. А уж какими инструментами, по-украински тебе это будут доносить, по-русски, по-английски. Меня формировало, понимаете, вот, допустим, тебя формирует русская культура, потому что ты русскоязычный. Это неправда. Я читал там Монтеня, он француз, просто я его читал в подростковом возрасте. Я его читал на русском. Я выучил английский только для того, чтобы прочитать Тома Шарпа в подлиннике. Тут как раз очень хорошо видно, невозможно английский юмор Тома, черный юмор Тома Шарпа перевести на русский язык. Если ты хочешь эти нюансы языковые, игру слов, все понять, мне пришлось, и я правда так и сделал. Я выучил английский язык именно самостоятельно для того, чтобы читать Тома Шарпа в подлиннике. Но формировал меня на русском, я потреблял недостойным инструментом русскоязычным. То есть, допустим, того же Монтеня или Дейла Карнеги, тоже англичанина. Но формировали меня именно эти книги. Высоцкого, помните? Значит, нужные книги ты в детстве читал. Это книги. Ну, невозможно сферобирать себя русской культурой, потому что когда был Монтень, допустим, 15-16, тогда никакой русской культуры не было. Вы не найдете философов 10-го века или 15-го века русских. Да, правда. В общем, я, по-моему, донес свою мысль. Все буду Украина. Не пораимайтесь. Длинная лекция. Ну, оно того стоило. Продолжение следует.